Приветствую коллеги, это Тикмел Аналитика и сами я, Артур Идиатуллин. Июнь выдался отличным месяцем для американских ритейлеров. Вчера у нас получили данные по розничным продажам, которые вновь произошли ожидания. Ключевой показатель у нас вырос на 7,5% при прогнозе в 5%. Это месячные изменения в розничных продажах. Однако, если мы рассматриваем реакцию доллара, вчера на новость реакции американских фондов, индексов, которые вчера у нас закрылись в минусе, несмотря на такой большой сюрприз в розничных продажах, несмотря на такое большое расхождение с прогнозом, возникает такая мысль, что это все уже учтено, было в ценах, получается, учтено было рынком. Собственно, поэтому мы сегодня сосредоточимся, наш анализ сосредоточится на некоторых характерных особенностях восстановления розничных продаж, а также на прогнозе изменения данного показателя, используя некоторые высокочастотные индикаторы восстановления американской экономики. Значит, прежде всего нужно отметить, что у нас в конце июня происходило частичное восстановление локдаунов, и связаны с этим закрытия предприятия, в особенности малого бизнеса, снижение соответствующей занятости, и, естественно, завершение важной программы стимулирования, это повышенные пособия по безработице, которые у нас завершаются в конце июля. Все это в совокупности нам говорит о том, что потребительский импульс вскоре начнет затухать. Значит, последние два месяца в розничных продажах были действительно впечатляющие, сначала было плюс 18%, за июнь, получается, плюс 7,5%. Но это нам ни о чем особо не говорит, из этого нельзя сделать интересного вывода, поэтому мы возьмем в качестве точки отсчета февральский уровень продаж, посмотрим, насколько розничные продажи, по сути, их объем восстановился относительно февральского уровня. У нас есть вот такой вот график, да, и вот синяя линия, это у нас Total Sales, да, совокупные розничные продажи, это у нас получается вот здесь февральский, грубо говоря, уровень, и видно, что вот за два месяца после вот такого снижения розничные продажи у нас восстановились практически до февральского уровня. Вот здесь было у нас снижение, и вот за эти два месяца, за май и июнь объем розничных продаж восстановился у нас таким впечатляющим темпом на два месяца до февральского уровня, до кризисного значения. При этом, если мы посмотрим на то, как у нас менялась занятость в американской экономике, да, вот Employment Rate мы посмотрим, восстановилась она не точно не до кризисных уровнях, восстановилась едва ли вот с 51 получается процента до практически 55 процентов, при этом у нас до кризисного уровня составлял чуть больше 60 процентов, и как бы у нас возникает вот такой дисбаланс, где два вот этих показателя, да, у нас движется с разным получается темпом. У нас восстановление занятости происходит очень медленно, а розничные продажи растут очень быстро, и понятно, как это происходит. На самом деле, как бы стоит вспомнить, что у нас есть фискальные стимулы правительства, да, которые действуют, и видно, что хорошо они стимулируют потребление. По сути, с вот таким вот мизерным, небольшим, да, восстановлением занятости, вот можно сделать такое, можно сделать такое заявление, да, такое утверждение сделать, что на самом деле все потребление у нас сейчас держится на государственных плечах, на плечах государства фискальные стимулы сделали, внесли у нас основной вклад в такой вот впечатляющий рост потребления, восстановление до кризисных уровней. И, естественно, без продления фискальных стимулов получается, что потребление у нас рухнет так же быстро в США, как оно и отскочило. Чтобы подкрепить вот это утверждение, да, мы рассмотрим следующую зависимость. Это зависимость доходов потребителя и то, как восстанавливались его потребительские расходы. Значит, используя высокочастотный индикатор, давайте посмотрим сначала на то, как у нас вообще, в общем, восстанавливалось потребление, общее потребление в США. Видно, что вот сокращение у нас составляло 30% относительно февральского уровня. Получается, к концу апреля потребление у нас общее рухнуло на 30%, и потом пошло вот такое вот восстановление. Значит, теперь мы рассмотрим восстановление вот этого потребления в зависимости от категории, от некоторой категории потребителей. Давайте возьмем сначала потребителей с низким уровнем дохода. Видно, что они восстановили свое потребление практически до докризисного уровня. Расхождение с нормой сейчас составляет 1,9%. Для потребителей, которые имеют средний уровень дохода, восстановление потребительских расходов у нас также было очень хорошее, быстрое, но они уже у нас сейчас находятся на уровне минус 5,5% ниже нормы. Для потребителей с высоким уровнем дохода восстановление еще меньше, и сейчас у нас отстает от нормы на 11% получается. Что мы видим? У нас имеется обратная негативная паралляция, обратная зависимость между уровнем доходов и тем, как высоко восстановилось их потребление, как высоко восстановились их потребительские расходы. В купе с той информацией, что у нас потребление держится на фискальном стимулировании, и фискальное стимулирование, вот эти повышенные по своему безработице, как раз-таки пришлись именно для потребителей, у которых был изначально низкий доход. Все это говорит о том, что если сейчас правительство лишает экономику, лишает потребителей повышенных по своему безработице, лишает их различных фискальных стимулов, господдержки, оно, по сути, отбирает потребительский потенциал у основной категории, у той категории потребителей, которая лучше всего у нас восстанавливает, как видно, потребительские расходы. А восстанавливает именно та категория, которая у нас имеет низкий доход. Именно потребители с низким доходом в первую очередь у нас подвергались увольнениям, В первую очередь они у нас обращались за повышенным по своему безработицу. То есть, лишая, еще раз, если правительство нас лишает экономику, лишает потребителей поддержки, то удар как раз таки приходится по основному драйверу роста восстановления потребительских расходов. Это по тем потребителям, которые у нас имели, получается, низкий доход. Собственно, это еще один такой убедительный, будем так говорить, аргумент в пользу того, что продление у нас стимулов правительственных, оно у нас важно, оно у нас необходимо, так как иначе у нас правительство просто рискует грубо вот так, да, обнулить прогресс. Так как, по сути, самая важная категория потребительность лишается, по сути, вот этих доходов, да, для того, чтобы поддерживать вот этот высокий уровень, высокие темпы роста восстановления, в том числе розничных продаж и вообще вот потребительских расходов в целом. Теперь, значит, мы переключимся на прогноз изменения розничных продаж, прогноз изменения потребительских доходов в июле. Как я уже сказал, у нас всплеск произошел случаев новых подтвержденных заболеваемости коронавирусом в США. Естественно, это не могло не отразиться на экономике, потому что рост будет, естественно, резкий. И прежде всего, как я уже сказал, пострадали у нас малые предприятия. Пока что вот таких вот широких агрегированных показателей типа розничных продаж, мы действительно не можем видеть, что у нас происходит, как у нас вот этот рост случаев заболеваемости, повышения, ускорения заболеваемости коронавирусом отражается у нас на американской экономике. Но если мы посмотрим на высокочастотный индикатор, если мы обратим внимание на отдельные категории бизнеса, прежде всего на малый бизнес, если мы рассмотрим высокочастотные индикаторы, такие как выручка предприятий малого бизнеса, вот здесь она у нас есть, можно вот у нас видеть, что как раз-таки тогда, когда у нас началось ускорение заболеваемости COVID-19, да, у нас в США, это получается у нас в середине примерно июня, да, вот ощутимо ускорение пошло. Видно, что как раз-таки вот здесь у нас выручка малых предприятий после вот такого долгого восстановления, получается в конце июня в 20-х числах, выручка предприятий, именно малых предприятий, она у нас начала снижаться. Давайте также посмотрим, вот выданное мною ранее утверждение такое сделанное, что также у нас начала снижаться занятость, да, для этого мы рассмотрим то, как у нас изменялось количество вакансий среди малого, среди бизнеса вообще, и вот видно, что у нас также получается в конце июня число открытых вакансий после вот такого вот восстановления в конце июня у нас снова перешло, получается, в снижение. Вот такая вот у нас ситуация с изменением выручки у малого бизнеса, с изменением числа открытых вакансий. Пока что еще это во широких агрегированных данных нет, но вот такие вот высокочастотные индикаторы, да, которые у нас часто обновляются, да, по ним мы можем сделать вот такое вот, что действительно число открытых вакансий падает, а выручка у нас малых предприятий перешла как раз-таки в конце июня начала снижаться, перешла у нас в снижение, и поэтому июнь для потребительских расходов будет не очень удачным, не очень хорошим, потому что вот первый сигнал уже замедления, первый сигнал того, что малый бизнес у нас начал давать трещину, они у нас вот так уж появились. Собственно, это вот как бы согласуется, соответствуется с тем, что вот нас предупреждал уже ФРС, да, вот отдельные чиновники, что восстановление, темп восстановления, они потихоньку замедляются, само восстановление, но начинает переходить в плата, и как бы вот малый бизнес, да, он тоже дает у нас постепенно трещину, мы это видим, но сейчас рынок, естественно, склонен дисконтировать эти новости, да, или вообще учитывать их в довольно-таки извращенной форме, так как это лишь вот это негативные изменения, да, вот в экономике, да, вот в этих индикаторах, да, оно у нас лишь повышает шансы на то, что Конгресс примет более как бы щедрую какую-нибудь программу, объявит новое стимулирование, и, естественно, как у нас уже показала практика, вся, все вот эти новые пакеты стимулирования, это ускорение накопления госдолга, это вмешательство ФРС, это бегство инвесторов из, бегство инвесторов в поиске повышенной доходности, единственный нормальный класс активов для этого сейчас остается акцией, собственно, поэтому они сейчас так уверенно себя чувствуют, потому что, вот опять же, если у нас правительство вновь начинает накапливать долг, если подключается ФРС, страдают у нас активы с фиксированной доходностью, то есть облигацией, и вот из тех классов активов, которые приносят доходность, оплодают приемлемым резком, у нас остается класс акций, и, собственно, это будет сигнал к тому, что рынок должен будет у нас дальше расти, фондовый рынок, собственно, поэтому мы имеем вот такую вот сейчас искаженную, да, извращенную картину, да, с тем, как у нас рынок реагирует на изменения в данных, на положительные данные не реагирует, да, у нас особо, на негативные данные склонен реагировать положительно, это как раз-таки происходит вот из-за того, что правительство теряет постепенно контроль, контроль мы видим над тем, сколько оно занимает и как быстро оно занимает. Естественно, это негативный сигнал также для американской валюты относительно, ну, изменения обменного курса доллара против других валют, так как, допустим, у нас в ЕС не наблюдается вот такого, что правительство или ЕЦБ у нас вновь подсказывает, что да, у нас вскоре опять правительство ЕС начнет занимать, новую программу стимулирования объявит. Вчера у нас прошло заседание ЕЦБ, на котором Кристина говорит, ничего такого не сказала, просто запчевая, что да, и в случае необходимости можно будет помочь экономике, но в целом у нас вот такого вот развития ожиданий стимулирования, как у нас в США, есть такого нет. Собственно, мы поэтому и наблюдаем усиление евро относительно доллара, после, получается, заседания ЕЦБ, после вот этого снижения, вновь у нас, получается, евро перешел в рост, как раз таки из-за того, что имеется у нас вот такой вот дисбаланс ожиданий нового стимулирования со стороны правительства в ЕС и в США, когда-то дисбаланс как раз таки двигает, толкает доллар дальше вниз, на мой взгляд. Вот, собственно, все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу того, как же у нас все-таки правительство решится в США или нет, одобрить новый пакет стимулирования, задавайте эти вопросы, оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, высказывайте ваши соображения, действительно ли сейчас евро-доллар подвержены таким вот ожиданиям. Буду рад услышать ваши вопросы и комментарии. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в понедельник.